Воскресение Христово и разберем еще один очень популярный кинографический тип, еще один вариант изображения, но который тоже нельзя назвать сильно древним. Он тоже возник сравнительно поздно в христианском искусстве. Конечно же, я говорю о сюжете «Восстание Иисуса Христа от гроба» или «Восстание из гроба», как более кратко я на обложке указала. Ну, я думаю, что вы один. Мы сегодня посмотрим с вами аж три варианта изображения. Ну и мне интересно, в прошлом эфире многие из вас говорили, что вы не знакомы вообще даже с таким вариантом, не встречали его. Скажите, пожалуйста, увидев этот пример на обложке сегодняшнего эфира, может быть, вы обнаружили для себя, что вы все-таки видели, но просто как-то не отложилось в голове? Или действительно вы видите такой вариант? Или, ну, впервые, да, и по-прежнему для вас это что-то совсем-совсем новое? Мне будет очень интересно это узнать. Поделитесь, пожалуйста. Ну, а я пока открываю первое изображение, с которого мы сегодня и начнем. Это, судя по всему, икона дореволюционная, штамповка на металле. Так, кажется, меня понесло в мои реставрационные ипостаси. Ну, так, для контекста, да, что это дореволюционный образ, не современный. Скорее всего, это начало все-таки 20 века, может быть, самый конец 19-го. И именно тогда эта иконография как раз была очень популярна и, возможно, даже более популярна, чем «Сошествие в ад». Точнее, смотря в какой среде, есть такие древние типы, как «Сошествие в ад» для русского искусства древнее, чем вот эта иконография. Хотя, в принципе, мы с вами в прошлый раз разбирались, да, что «Сошествие в ад» тоже не очень древнее в целом. Ну, так вот, такие типы, они были больше распространены там в старообрядческой среде или около старообрядческой среде. А среди людей, которые были привержены официальной церкви и в самой официальной церкви, в 19-м и начале 20-го века больше как раз распространена была вот такая иконография «Восстание Христа от гроба». Ага, вот вижу, что Анастасия пишет, видела икон такого типа, но редко встречается. Видели, но не в храмах, а вот Ирина совсем не видела. Здорово, значит, мы откроем для вас что-то новое сегодня. Да, сейчас такие иконы встречаются все реже, но вот когда я только проходила свой путь за это церковление на рубеже 90-х и 2000-х, то именно такие изображения были, наоборот, более популярны. И поэтому в моем сознании по-прежнему для меня удивительно, что сейчас сошествие в ад, наоборот, кажется более знакомым. Хотя, ну, здорово, все меняется. Искусство штука живая до сих пор, и это не может не радовать. У меня к вам вот какой вопрос. Я вам обещала сегодня еще коснуться немножко темы древнейших изображений воскресения. Сошествие в ад формируется с 9-го где-то века и только к 10-м обретает привычные нам формы этой иконографии. Хотя апокрифы, на которые как бы опирается сюжет, они существуют, ну, известны с 4-го века. Более того, самые ранние изображения воскресения, ну, вообще более древние, да, и продолжительный период существовавший, да, до возникновения вот в том числе сошествия в ад, они вообще не содержат изображения Христа. То есть они, есть изображения, которые определяются как изображения воскресения. Они используются для того, чтобы изобразить, передать живописными там или графическими средствами, или, кстати, скульптурными, передать события воскресения Христова. Но в этих сюжетах в подавляющем большинстве случаев, конечно, бывают редкие исключения, но в подавляющем большинстве случаев не присутствует сам Христос. Вот у меня к вам такой вопрос. Вы уже суперподковные, и скажите, пожалуйста, ну, а даже если вы не считаете себя суперподковными, просто мне интересно ваше мнение. Почему, с чем это может быть связано? Ну, почему на изображении воскресения Христова нет Христа? Вроде бы нелогично. С чем это связано? Как вам кажется? Я вам посмотрю на ваши ответы, и потом назову вам сюжеты, которые, как бы названия, да, типов, которые изображали воскресения Христа в древности. Ага, вот Анастасия пишет, что роспись видела такую храм. Да, кстати, для росписи этот сюжет часто используется. Он такой очень, очень выразительно смотрится в монументальном искусстве. Очень красиво. Так, Лили, я вижу вопрос. В алтаре присутствуют элементы этой иконографии. Может присутствовать. Изображение воскресшего Христа иногда без ангелов. И изображается, а часто и с ангелами, в качестве запрестольного образа. Хотя сейчас снова возвращаются к более древней традиции, ну, вот, традиции того, какой образ служит за престолем, то есть что изображается на стене, либо на иконе, расположенной на стене за престолом в алтаре. Эта традиция, она тоже менялась в течение времени. И действительно, изображение воскресшего Христа, это один из вариантов, довольно-таки популярный. Ну, потому что очень тут глубокий смысл, и это очень красиво, да, когда открываются царские врата, и там такое изображение. Но это не единственное возможное, да, но вот, да, такое есть, и такое было очень распространено как раз в том числе в Российской империи, вот в XIX веке, в начале XX века в том числе. Это не всегда была настенная жипец, это могла быть, например, жипец на холсте, закрепленная на стену. Так, вижу первые варианты с гонениями на христианство и с символическим изображением Христа. Уточню, уточню, что вот эта вот тенденция, она продолжалась дольше, чем продолжались гонения на христианство. Я сегодня буду говорить загадками. Ну, так же, разомнемся немножко. А то мне грустно, когда, мне очень нравится, когда у нас с вами диалог, когда я просто одна говорю, это не так интересно. Ну, мне, по крайней мере. Так, может быть, хотя, конечно, я могу про игону говорить долго и безгранично. Может быть, потому что сам момент воскресения не описан в Евангелии, гроб пустой. Анастасия пишет, Лилия, потому что апостолы его не узнавали, он выглядел иначе после воскресения. Ага, воскресенье никто не видел, и как это было, не знают. Он потом является преображенным, может быть, поэтому. Да, вот Марина с Анастасией попали прямо в точку. Действительно, основная причина в том, что воскресенье никто не видел. Именно вот как происходило событие. У этого события нет земных свидетелей, то есть нет свидетелей из числа живущих на тот момент на земле людей. И поэтому ранняя церковь с большой осторожностью относится к изображению этого события с большей осторожностью, чем ко всем остальным. Да, конечно же, символический характер, изображение Христа и вообще вот это вот ранняь христианского искусства, особенная эпохи гонений, он тоже сказывается на том, что очень поздно начинает развиваться этот сюжет, вот конкретно с присутствием Христа. Но, тем не менее, другие сюжеты начинают появляться, а воскресенье изображается, тоже изображается, но без Христа. Да, конечно, он... А почему, кстати, его не узнавали апостолы? На этот счет, ну, разные есть точки зрения, да? То ли как бы у них, как выражается, глаза были закрыты, ну, не физически, а, как скажем, как мы сейчас выразились, ментально, да? То ли действительно он настолько преображенный, иначе, ну, производил другое внешнее впечатление. В общем, здесь разные могут быть трактовки. Но, так или иначе, главная причина в том, что воскресенье никто не видел. И поэтому древнейшие изображения воскресенья, они... Это, знаете, какие сюжеты? Это, например, истории Ионы в очереве Кита. Это вообще самое популярное изображение воскресенья, на самом деле, истории Ионы. Вот, то есть, если вы видите в катакомбах истории Ионы, то это изображается воскресенье Христова. Такой вот интересный ход. Когда церковь переходит, ну, то есть, от такого масштабного использования ветхозаветных сюжетов для передачи новозаветных, она переходит к более историчному подходу такому. Это где-то случается на излете эпохи мученичества, да, и уже когда вот церковь обретает большие права и становится легальной, то, опять же, фигура Христа не появляется, как правило, в этих... в сюжете воскресенья, хотя в других сюжетах появляется. Для изображения воскресенья чаще всего используется сюжет Жены Мироносицы у гроба. Причем такой очень, ну, как правило, характерный вариант, потому что Жены Мироносицы у гроба тоже изображаться могут по-разному. И вот есть определенный тип, который мы бы сейчас назвали, да, Жены Мироносицы у гроба, но он подписывался даже в том числе воскресенья Христова. Ну, с учетом того, что древние изображения, в принципе, не в обязательном порядке подписывались. Ну, он атрибутируется как воскресенье, и там в цикле сюжетов он занимает место воскресенья Христова. Я решила оставить его на сладкое, ну, в смысле, по поводу сюжета Жены Мироносицы у гроба, который, он же равно воскресенье Христова в древности. Мы подробнее с вами, даст бог, поговорим на неделе Жены Мироносицы. Надеюсь, это вас не расстроит. Вот, я думаю, что мы прямо посмотрим, разберем. И еще раз вспомню, Пасха будет еще продолжаться, и поэтому, мне кажется, это будет такое очень интересное сочетание. Да, мы и про Жены Мироносицы одновременно поговорим, и про... снова поговорим про воскресенье. А сейчас давайте все-таки уже посмотрим на эту икону. Что же мы здесь видим? Мы видим Христа, который стоит... Ну, то есть, по сути, это обнаженная фигура Христа, которая укрыта, да, накинут на него пелены, в которых он был погребен, по сути, да. То есть, это не... Ну, погребали же обнаженным, завернутым в погребальные пелены. Вот здесь он, эти белые пелены. И, хотя мы знаем сами, что большая часть пелена осталась на ложе, но изображать Христа полностью обнаженным, тем более в сюжете воскресенья, тем более уже в позднюю эпоху, когда, в принципе, отношение к обнаженному телу поменялось, но это было бы недопустимо, совершенно просто не понято зрителями. Поэтому вот такое решение изображение. Я, кстати, с трудом нашла вообще изображение вот этого такого сюжета, этой иконографии более-менее качественно выполнено, что они такие уродские, прям аж больно смотреть. Мы видим, что он стоит на плите, это камни, отваленные от гроба, от двери гроба. Дальше, с одной стороны, мы видим вход в этот самый гроб, то есть в пещеру, где он был погребен. И по другую сторону, на дальнем плане, мы видим гору Голгоф с тремя крестами. То есть это символическое изображение, такое условное изображение Голгоф, оно здесь тоже присутствует. Очень, кстати, красивый образ, очень тонко написанный, ну, в данном случае он напечатанный, но оригинал, естественно, написанный, созданный. То есть это печать на металле, но, конечно же, образец для него писался кем-то и выполнен, конечно, на очень высоком уровне, явно на таком академическом уровне. И мы видим двух коленопреклоненных ангелов, которые являются свидетелями воскресенья, как я уже сказала, земных свидетелей не было, но были неземные. Вокруг Христа мы видим сияние, которое вот при средневековом языке изобразительном, оно чаще всего встречается в виде мандорлы, то есть четкого круга, ромба, либо овала. А вот в таком реалистичном изображении, использовании академической манеры, это сияние прямо в виде такого оригола лучей. Также здесь есть нимб, на котором мы видим характерные надписи, буквы, образующие слово «сущие», такой обязательный элемент иконографии Христа, он здесь соблюден. И Иисус Христос наверху тоже подписан. Как я уже сказала, само изображение... А, и Христос еще стоит на таком виде облачке, то есть это как бы символ того, что вот это такой преображенный Христос, да, и вот он уже вроде бы и на земле, да, вот он воскрес, он сейчас вроде бы и не совсем на земле. Сейчас покажу вам... Кстати, как вам изображение? Как вам вообще этот образ? По душе, не по душе? Поделитесь, пожалуйста. Я люблю очень иконографию «Сушествие в ад», но, честно сказать, вот этот образ при качественном его исполнении, прям сделаю оговорку, потому что сейчас я вам покажу два других варианта, один из которых просто... Не просто странный, а прямо комичный, вот, но покажу просто, чтобы вы имели представление о возможных случайностях, нет, точнее, о возможных явлениях в иконографии, в иконописи. Вот, мне очень нравится «Сушествие в ад», но вот это, такие образы, как восстание от гроба, если выполнены они художественно на хорошем уровне, мне тоже очень близки, возможно, потому что с этого сюжета в том числе начиналось мое такое тесное знакомство и с христианством, и с христианским искусством. Вот еще вариант, хотела вам показать. По сути, та же самая практически иконография, и тут есть и пещеры, и ангелы, и ложа, кстати, здесь даже ложи есть, на котором лежат пелены, и есть даже облако, и сияние, в общем, есть все. Но манера изображения здесь как раз использована средневековая. Я не люблю называть каноническое, неканоническое, потому что это, ну, в общем, это неправильная терминология, непрофессиональная терминология, в общем, неправильная. Она очень много закладывает неверных смыслов, поэтому вот правильнее говорить там реалистично или нереалистично, да, там средневековая манера, древнерусская манера, стилизованная, можно сказать, да. Вот, вот в такой манере тоже изображают, но это скорее уже вариации нашего времени, то есть, в принципе, когда этот сюжет распространялся в русском искусстве, то в русском искусстве господствовала реалистическая манера изображения, в том числе для икон. И сюжет «Восстание от гроба» вот в такой манере, это скорее уже современные разработки, но вот они тоже имеют место быть. И напоследок хочу показать вам вот такой вариант, честно говоря, ну, я не могу сказать, что он ужасный, на самом деле эта икона, ну, старинная достаточно, мне кажется, это не позднее 18 века образ. Он так прям тянет на 18 век по манере. Иконы 18 века, среди них вообще как-то особенно много странных икон, правда, по манере изображения. Какой-то прямо сложный период для христианского искусства церковного. Ну, в общем, она такая странненькая, видимо, ее писал не очень сильно профессиональный иконописец, такие пропорции странные, так как композиции, ну, то есть фигурки такие местами очень примитивные. Но обратите внимание, какой живой сюжет, ну, то есть как живо все передано, сколько динамики, да, в этом тоже есть своя красота и свой интерес с точки зрения истории, да, с точки зрения развития христианского искусства. И, безусловно, с точки зрения иконографии, потому что сюжет, правда, очень динамичный. Если мы посмотрим вот на предыдущие два, то они все-таки более статичны, да, здесь как бы Христос восстал из гроба, и вот он перед нами, ну, как такой, ну, застывшая фигура, да. А здесь мы прям видим процесс восстания из гроба. Здесь Христос в припоясании с летящим, вот эти перья, они как бы слетают с него, да, спадают. Здесь, кстати, не побоялись, да, ну, не на 100% обнаженный, но практически полуобнаженный, да, можно сказать. Он с хоругвью победной в руках, в сиянии возносится над гробом и благословляет мир, нас. И здесь есть ангел, неземной свидетель этого события, и еще здесь есть земные свидетели. Действительно, земные свидетели это все-таки могли быть. То есть Евангелие точно не говорит нам о том, были они или не были, но, ну, точнее, они были, видели ли они сам момент воскресения, или он произошел тайно от них, то есть внутри пещеры, мы этого не знаем. И, конечно, эти свидетели это воины. И очень часто в сюжетах восстания от гроба воины изображаются. Здесь они, видите, даже смотрят, то есть здесь прям показано, что они свидетели воскресения. Бывает, что воины изображены спящими или лежащими ничком от ужаса, то есть лицом в землю. И тогда тут вопрос, да, если они спят, то они не видели, да, то они такие спящие свидетели, в общем, вряд ли свидетели. Но, тем не менее, да, вариант земных свидетелей, он имеет место быть. И также здесь такая любопытная деталь, которая в этом сюжете встречается не часто, а прям, скажем, редко. Вдалеке видны жены-мироносицы. Они, видите, поменьше, они как бы спешат, спешат ко гробу. Они еще не знают, что Христос воскрес, они спешат сосудами с миром, чтобы помазать тело Иисуса. Вот такая вот интересная икона. Иконы в довольно-таки такой примитивной манере выполнены, но при этом тоже интересные, на мой взгляд. Посмотрю ваши комментарии. Очень нравится такой возвышенный, Оксана пишет. Вот да, мне тоже очень отзывается образ восстания от гроба. Вот, наверное, не в такой иконографии, как вот сейчас на экране, но такая иконография интересна мне с точки зрения изучения. С точки зрения молитвенного образа мне, конечно, нравится вот этот вариант. И вообще, с точки зрения, знаете, такого духа праздника, что ли, вот именно как я ощущаю Пасху. Да, вижу, что многим нравится. Что такое красное на облаке? Сейчас посмотрим. Это, наверное, было по поводу вот этой иконографии. Это просто так изображено облако. Вообще, это такой распространенный прием. Ну, это как бы в том числе, это может быть способ передачи того, что это не облако, вот знаете, из которого дождь войдет, а это облако, ну, то есть из другого потустороннего, то есть, как я не очень люблю это слово, потустороннее, но какое-то сразу эзотерикой, да, от него веет. Но вы понимаете, я без этого подтекста. В общем, это облако из того божественного мира, да, хотя наш мир тоже божественный. В общем, как тут выразиться, помогите мне. В общем, облако небесное, божественное, какое-то, в общем, особенное облако, не просто вот тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь. Вполне возможно, что здесь еще такой смысл заложен. Ну, а в принципе, это такая характерная манера изображения облака. Мы еще видели с вами подобный подход в изображении, в принципе, вселенной. Вселенной, помните, в сюжете «Христос творец мира», «Бог творец мира». Не Христос, парадон, «Бог творец мира». Мне очень нравится именно академическая манера. Да, и на самом деле, почему-то сейчас как-то принято осуждать академическую, ну, часто, не всегда, слава богу, осуждать академическую манеру и стесняться, если кому-то она нравится. Но мне кажется, это вообще нормально, что нам нравятся разные манеры изображения. Академическая манера, то есть икона, качественно, грамотно выполненная в академической манере, это прекрасное изображение христианского искусства, прекрасный пример христианского искусства. И она может, ну, как бы, замечательным молитвенным образом быть. Поэтому я вас очень-очень поддерживаю. Сразу в Венеции в памяти всплыла, там сплошь и рядом такое письмо. Такое, в смысле, реалистичное или такое? Или такое, вот такое? В Венеции, кстати, очень интересный, да, набор памятников. Там есть и византийское искусство, даже присутствует в Сан-Марко, в соборе. Мне нравится, когда образ воскресшего Христа виднеется из алтаря. Как бы напоминание, к чему мы устремимся. Да, мне тоже очень нравится, когда он используется в качестве запрестольного алтарного образа. Хотя сейчас, хотя, конечно, изначальные задумки, вот символики алтаря как такового, это не очень отвечает. Я надеюсь, мы когда-нибудь с вами поговорим и об этом. Ну, я, кстати, думаю, что, или я знаю, что вы в нашем закретном сообществе вступили. Я думаю, что мы в рамках изучения литургии и богослужения затронем этот вопрос, символика алтаря и как она выражается через изображение. И в этом очень много глубины и смысла. И вот эти древние заложенные символики, наверное, изображение там воскресшего Христа, ну, не очень отвечает, честно говоря. Но с точки зрения такого восприятия, особенно восприятия и с храмом, мне тоже очень нравится. А, Олег, про динамический. Да, да, там очень много живых таких сюжетов. Это правда. Это правда. И, кстати, очень рада видеть тебя тут. Ну что, друзья, будем на этом заканчивать. Очень рада, что вы смогли сегодня присоединиться. А если вы не смогли, смотрите в записи. Я, как всегда, передаю вам большой привет и благодарность за ваш неизменный интерес к иконам. Для меня это всегда очень большая радость. Я люблю иконы, люблю это искусство и рада, если могу хоть немножко что-то новое приоткрыть для вас. Теперь, я так думаю, наши встречи будут по вторникам и четвергам, если ваш интерес не угаснет в самом числе. Возможно, потом мы сделаем перерыв на небольшие каникулы. Но, в общем, тем для разбора несметное количество, в том числе благодаря вам, кстати, присылайте. Я думаю, что на следующую неделю мы одну икону я выберу сама, а вторую икону мы проведем в голосование. Потому что давно у нас не было голосования. Мне очень нравится, когда выбираете именно вы из предложенных вами икон. Поэтому жду ваших предложений, жду ваших вопросов и комментариев. Хорошей вам недели. Завершение уже, да, получается, сегодня четверг, завтра пятница. Завершение рабочей недели и предстоящих выходных. Там майские праздники у нас, в общем, впереди много, я надеюсь, прекрасного. И еще раз спасибо за внимание и до новых встреч. Рада была увидеться с вами сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...